Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Безграничной радостью украинцы тестируют режим без виза, насколько комфортными стали путешествия в Шенген. Слепую, почему тендеры есть, а разметки на дороге нет. И Джек Расселом по бездорожью в первый день без виза в лучших европейских традициях в Киеве прошел собачий парад. Свершилось. Несмотря на скептицизм, сопровождающий весь период борьбы Украины за безвизовый режим, сегодня, 11 июня 2017 года, обладатели биометрических паспортов смогли попробовать свободу передвижения на вкус. Насколько это действительно легко и комфортно. Подробнее наши корреспонденты. Закарпатская область. Пункт пропуска Тиса-Загань на украинско-венгерской границе. За час до вступления в действие без виза. Здесь спокойно, ажиотажа нет. В очереди несколько десятков машин, как обычно говорят пограничники. В основном путешествуют по старинке с шенгенскими визами. Но вот одна семья из Ужгорода решила испробовать без виз на себе. У бабушки, дедушки и внука новые биометрические паспорта. Шенгена нет. Надеются, в Европу их пустят. Вооружились целой кипой документов. Страховки, деньги, подтверждение о бронировании отеля. Все, что мы могли, все взяли. Это оплата через банк, а это на Черногорию с переводом и вот здесь адрес куда. Машины, которые прошли украинский досмотр, ждут полуночи по среднеевропейскому времени, чтобы заехать на венгерскую сторону. У журналистки Ирины Брезы тоже нет шенгена в новом биометрическом паспорте. Она едет в Венгрию по работе освещать фестиваль вина. Она, признается, очень ждала отмены виз. Легче подорожевать, без стояния в черях за визами, без хвиливания за то, что когда дадут ту визу, когда не дадут, термин подходит, ты не достигаешь. Одним словом, полегшение. И вот полночь. Венгерский пограничник дает отмашку. Машина Ирины Брезы заезжает первой на досмотр. Полицейская, кроме паспортов, попросила показать медицинские страховки и поинтересовалась о цели поездки. Пограничник проверяет по компьютерной базе данных документы и возвращает паспорта пассажирам. Проштампувал, значит пускается. И вот подходит очередь проверки документов семьи туристов из Ужгорода. Ваши документы? Виктор? Никита? Андрея? Покажите, пожалуйста, водительские права и страховку. Пограничник спрашивает о цели поездки. Анна Рудь говорит, семья едет на море, проверяют машину. Весь приготовленный пакет документов даже не пришлось показывать. Проверка паспортов заняла буквально несколько минут, поставили штампы и можно въезжать на территорию Евросоюза. Очень хорошо. Отлично. Мы очень рады. Очень рады, что наконец-то это время пришло, к которому можно ездить свободно. По словам венгерских полицейских, с безвизом украинцам будет легче попасть в Европу. Если раньше, чтобы получить шенген, нужна была выписка из банка и приглашение, то теперь эти документы на границе спрашивать не будут. Не нужна выписка из банковского счета, приглашение. Могут проверить денежное обеспечение на период пребывания. Конечно, будут спрашивать о цели поездки. Если человек говорит, что едет на работу в страны Евросоюза, у него должна быть рабочая виза. Без визы можно ехать только в туристических целях. Черновицкая область. Украинско-румынская граница. Пункт пропуска Порубные. Ближе к полуночи в очереди машин становится больше. На часах 12. Пограничники поздравляют с вступлением в действие без виза. Первая туристка с биометрическим паспортом, которая хочет попасть в Европу без шенгенской визы, Юля, едет отдыхать в Болгарию на море. Пограничники работают в усиленном режиме. В три раза увеличили количество сотрудников специально к началу без виза. А еще сделали ознакомительные буклеты. А это уже Волынская область, украинско-польская граница. За первую без визовую ночь новыми льготами здесь воспользовались 14 украинцев. Благодаря без визу 17-летний Богдан Дедик впервые увидит Европу. Пограничники предупреждают, по без визу украинцы могут пребывать на территории Евросоюза не более 90 дней в течение полугода. Не могут трудоустраиваться за границей, для этого нужны специальные визы, но и должны быть готовыми ответить на разные вопросы иностранных пограничников. «Запитывали, чи є броню на гостиницю, чи є страховка, чи є кошти на проживання, чи є банковская карта, чи ви едете транспортно. Так, ну, и мету, по-дорожі, питали». Пока бочку безвизового меда могут испортить, разве что очереди, говорят путешественники. Таможенники объясняют, это все из-за тех, кому нужно каждые 5 дней пересекать границу Украины. «У нас є такая проблематика, яка не стосується без визу, це машини на автомобилі на іноземній реєстрації, які мають кожні 5 дів перед натий кордон. І якщо колись ця проблема, проблематика зніметься, то тоді і будуть менші черви». По данным пограничників, безвизом в перший день його действия воспользовались почти полторы тысячи українців. Марина Коваль, Ольга Поломарюк, Александра Фетисова, Юрий Ковалев. Подробності телеканал «Интер». Развернули на границе всего лишь четверых українців. У кого-то паспорт был небиометрический, кто-то превысил срок пребывання в шенгенской зоне. В целом, все были приятно удивлены своим первым опытом пользования безвизом. Говорят, пограничники лишних вопросов не задавали. Для ускорения обслуживания в некоторых аэропортах открыли дополнительные окна контроля. Чтобы показать Европу всем желающим, сегодня даже пустили специальные рейсы многие авиакомпании. Подробнее расскажут мои коллеги в Брюсселе і Берлине. В Брюсселе с Киева в первый день безвиза пустили дополнительный рейс. Прилет в час дня, потом экскурсия в столицу Евросоюза. И вечером в возвращении обратно. Вот они, первые туристы из Украины безвиз в паспортах. Кто-то в Европе впервые и с опаской садился в самолет безвизы в паспорте. Кто-то наоборот. Довольны остались все. Никого пограничники не развернули. По крайней мере, в Брюсселе. Дуже гарки влашни, дуже нас гарно прийняли. Ничего не питали, подивилися паспорт, поставили відмітку. Запитывали мету визита, подивилися паспорт. Все, все. Никаких, ни финансовых документов не прийняли, ни чеки из банка, не потрібно было. В группе, которая прилетела на экскурсию, многие в вышиванках. Захватили с собой и украинский флаг. Всего на прогулку по Брюсселю выбрались почти 150 человек. Мы только прилетели. Мы, собственно, были в... Как это называется? Атониум. Атониум. Сейчас узнаем, как живет Европарламент. Сегодня все отдыхают. Но мы все равно проконтролируем. Идет работа. Как там? Украину будет встречать когда? К Европарламенту встретить украинских туристов подошел и глава представительства Украины в Евросоюзе. По его словам, в Брюссельском аэропорту пограничники открыли сегодня 4 дополнительных окошка для украинцев. В целом, по странах Шенгенской зоны на границе развернули всего пару человек. Станом на 12-ю годину было около 700 украинских граждан, которые перетнули кордон с державными членами Европейского Союза. Завернули еще 4 человека. Двух из них причина была в том, что они перевищили период перебывания. И двое просто пришли с обычными паспортами, не биометричными, а за кордонными паспортами. И моя коллега Татьяна Лагунова встречала украинцев в Германии. Давайте узнаем, как все прошло там. Берлин, аэропорт Тегель. Сегодня в первой половине дня сюда прибыл единственный прямой рейс из Киева. И прилетели первые пассажиры, которые на себе смогли протестировать действия безвизового режима с Европейским Союзом. Для первопроходцев и прием особый. На паспортном контроле путешественников встречали пограничники и дипломаты. Во главе с послом Украины в Германии. Этим же рейсом в Берлин прибыли еще 10 украинцев с биометрическими паспортами и безвиз. И все прошли границу без лишних вопросов. Они посмотрели, о боже, первый штамп мы сейчас поставим. И поставили такой штамп. Я сейчас покажу его. Вот такой штампик. И улыбнулись, и очень приветливо. То есть все, что пугали, у нас не спросили. Ни обратный билет, ни отель. Вообще ничего не спросили. Вот абсолютно не было никаких лишних вопросов, кроме как стандартные вопросы, с какой целью и у кого вы останавливаетесь в Берлине. Так же легко паспортный контроль прошли и украинцы, которые прилетели сегодня в Мюнхен и Франкфурт, говорят украинские дипломаты. Мы выполнили свое домашнее задание. Таким чином нам доверяют. И эти паспорты, которые имеют высший уровень захвата, это действительно, так сказать, квиток до Немечки. Мы надеемся, что большая часть наших граждан сможет теперь отведать эту страну. Если же проблемы все-таки возникнут, дипломаты советуют обратиться в посольство и федеральную полицию Германии. Именно эта служба принимает окончательное решение. Кто может пересечь границу, а кто нет. Татьяна Лугунова, Елена Абрамович, Геннадий Аникеенко и Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Символические двери без визы сегодня президент Украины открыл на пункте пропуска Ужгород-Выжный-Немецкая на украинско-словацкой границе. На церемонии этот присутствовал словацкий коллега Порошенко Андрей Киско. Глава украинского государства поблагодарил его за поддержку нашей страны на пути к безвизовой Европе и отметил, что украинцы возвращаются в европейскую семью. Мы этого очень долго ждали. И это историческая мить, когда мы руйнуем паперовую завису, яка отделяла Украину от Европы, это означает, что Украина сделала величезные реформы. Мы вместе с общими усилиями изменили страну. А наши партнеры из Европы дотримались своего слова. И двери Европейского Союза, двери наших друзей и партнеров открыты для нашей великой 45-миллионной нации, для украинского народа. Я вас всем приветствую, дорогие мои. Украина выполнила обещание, которое дала. Также сделал Евросоюз. Словакия вас поддержит. Работу безвиза проверил и главный украинский дипломат Павел Климкин. Без проблем пересек границу с Венгрией по биометрическому паспорту на контрольно-пропускном пункте Тёп-Захань. И поделился своими первыми впечатлениями в Твиттере. Поздравили украинцев с безвизом через соцсети и в Европейском Союзе. Президент Евросовета Дональд Цуск назвал этот день историческим. А председатель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерико Магирини отметила, что отныне между Украиной и ЕС нет ни виз, ни барьеров. Украина провела реформы, мы сдержали обещание. Так, от имени Евросоюза представитель по вопросам внешней политики и безопасности в ЕС Федерико Магирини поздравила украинцев с безвизом. В своем видеообращении, опубликованном на странице в соцсети ЕС, она отметила, безвизовый режим укрепит экономику, безопасность и дружбу между Украиной и странами Евросоюза. Сегодня мы убрали барьер между украинцами и гражданами стран ЕС. Больше нет виз для краткострочных поездок между нашими странами. Мы это сделали, и мы сделали это вместе. Украина воплотила для своих граждан реформы, о которых мы просили, и мы в Европейском Союзе сдержали свое обещание. Президент Европейского Совета Дональд Уск, в свою очередь, написал на своей официальной странице в Твиттере «Этот день, который мы запомним, день, который сближает нас». Посол ЕС в Украине Хьюк Мингарелли вместе с дипломатами из разных стран тоже поздравил украинцев с безвизом и призвал больше путешествовать. Пообещал, что с безвизом не будет проблем и посол Швейцарии в Украине Гийом Шойерер. Эта страна не входит в ЕС, но вместе с Исландией, Лихтенштейном и Норвегией дала зеленый свет украинскому безвизу. В эксклюзивном интервью Front News International посол Швейцарии заявил, для стран Европы введение безвиза с третьей страной не является чем-то новым, поэтому пересечение границы украинцами будет обычной процедурой. Тренируем память. А что делать, если ответственность за соблюдение правил дорожного движения есть, а разметки на дорогах нет? Как ривненские водители решают эту проблему, вот уже полгода узнаем от Инны Белецкой. Центральная улица города въезд со стороны Киева. Вот здесь когда-то было три полосы. Теперь можно и обгонять, и перестраиваться, как захочешь. Ну и следуя правилам, делить дорогу визуально на две части. На данный час ни один метр дороги не нанесена дорожная разметка. Вместо Ривного. И вот так без разметки Ривный живет уже полгода. В первую очередь не управление ЖКГ, которое планирует всю эту работу, потому что деньги с бюджета на это выделили еще в сечение, в течение утверждения бюджета. И за эти сроки целиком логично, что можно было три тендера провести и, соответственно, нанести разметку. В управлении жилищно-коммунального хозяйства работают люди уравновешенные и несуетливые. Тендер провели в марте. Договор подписали в конце апреля. Когда же приступят к работе, говорят, в середине июня. В вторую очередь приехали представители организации. И что-то они начали говорить, что они не справятся. И тому подобное. И поехали. Но буквально годину назад я разговаривал с Керенком данное предприятие. Он меня заверил, что бригады поехали в место Ривный. Тендер выиграла черниковская фирма. На зарплату предусмотрели 50 тысяч гривен. Ожидаемая прибыль 9 тысяч. Откуда такое желание оказать практически волонтерскую помощь городу, мы попытались узнать у представителей компании. Но телефоны, указанные в тендерной документации, молчат. Зато известно, что к работам не приступают якобы потому, что не получили документ, комплексную схему дорожного движения, который разрешает наносить горизонтальные белые линии. Вот уже год его разрабатывает харковская фирма, победившая в тендере на 700 тысяч. Недавно они презентовали результаты своего труда. Судя по всему, проектанты даже в город не приезжали, а пользовались картами Google. Согласно их схеме, на въезде в Ривно должны стоять знаки Одесса. Приходится переделывать. А значит, о выдаче документа не может быть и речи. Если нет разметки и знаков, носится разметка найдешевшая фарбой. И сроки эксплуатации, ну, стиранность, не меньше 6 месяцев. Нас ей наносят щороку. Хотя теоретично, мало ли наносится, согласно ДСТУ, два раза на ригу. Теперь о сроках по договору выполнить обязательства черниговская фирма должна до конца октября 2017 года. То есть прямо накануне снегопадов. Но в управлении ЖКХ вполне резонно замечает, что снега ведь может и не быть. Разметка нужна, кто я знаю, какая будет зима. Можливо, зима и снега не будет. Поэтому разметка будет, как по року она гальна. Это когда уже снег, то уже не дождь, то она актуальна. А пока в городе ждут подрядчиков, которые якобы готовы работать практически даром и необходимых схем, и водителям, и пешеходам приходится надеяться только на память друг друга, что ни те, ни другие не забыли, где должна быть зебра, а где островок безопасности. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривне. Без разметки и по пересеченной местности, под Одессой, курсанты военной академии осваивают бронетехнику. То, что видели наши корреспонденты, это отнюдь не показательные выступления для высокого начальства, а обычные учебные будни. Подробнее расскажет Андрей Анастасов. Курсанты военной академии, вчера еще школьники, сегодня экипаж машины боевой. На танкодроме под Одессой они должны не только досконально изучить техническую изнанку БТРов и БМП, но и откатать на них почти сотню километров и в жару, и в стужу, и в слякоть, преодолевая препятствия, начиная от естественных спусков, подъемов и косогоров, заканчивая противотанковыми рвами и баррикадами. За рулем будущие десантники, разведчики и спецназовцы. Рядом инструктор выставляет им оценки. 19-летний Денис приехал сюда учиться из Винницы. Признается, тяжело в учении, но ведь осознанно выбрал такую ответственную профессию. Стараемся как губка все впитывать с гордостью и с определенной терпением выполняем все трудности, которые нам ложатся на плечи. Помимо этого упражнения по маневрированию, езда в составе колонны на разных скоростях, повороты, развороты, стрельба. Со временем задания могут усложняться. Новые обстоятельства подсказывает сама жизнь. Весь анализ боевых действий в АТО, он подходит до Академии. Мы регулярно ознакомимся с этими вопросами и то, что можно, мы это отработаем. Начальник кафедры ВДВ отмечает высокий уровень мотивации у курсантов. Образно говоря, рвутся в бой. Сами же они рассказывают о своей учебе с еще мальчишеским азартом. Ты выезжаешь и есть определенная такая высота, когда ты смотришь только, видишь только небо. Не знаешь, что тебя дальше ожидает. Дальше на старших курсах занятия на танкодроме будут проходить уже при наличии условного противника. Ездить на БТРах придется под имитационные взрывы сквозь дымовые завесы и свист холостых боеприпасов. К тому же командовать взводом условия, приближенные к боевым. Собственно, к этому и должны быть готовы ребята. Лево, ручь, до машин. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесская область. Пока вся Украина празднует начало без виза, на Донбассе боевики усилили атаку. Из-за очередного массированного обстрела пророссийских наемников 400 тысяч человек остались без водоснабжения. Поврежден южнодонбасский водовод. Об этом в фейсбуке сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский. В частности, он отметил, что систему только вчера отремонтировали, но сегодня станция снова была остановлена. Разбит трансформатор, повреждены батареи, к местам разрушений выехали ремонтные бригады, но как быстро удастся ликвидировать аварию, зависит от ситуации с обстрелами. По-прежнему, самой горячей точкой на карте АТО остается Авдеевская промзона. Ни дня там не обходится без обстрелов. Все подробности узнаем от Ирины Баглай. В Авдеевской промзоне уже устоявшийся режим суток на передовой. Поутру, пока тихо, обход позиций. Такими снарядами российские наемники уничтожают то, что осталось от дачных домиков, чтобы у армейцев не было места для укрытий. Бьют бесшумно, чтобы у военных не осталось времени спрятаться. Не запало было. Вышибным лупили. А вот это попали, походу, с запалом. Не слышно выхода, миномет, там пороховой заряд убирается, просто патроном выстреливается. Не слышно под стрелкотню, то есть под пулеметы, под автоматы. Бьют на короткие дистанции, то есть практически вычислить, что миномет бьет, то есть нереально. Чем ближе к позициям боевиков, тем калибр оружия меньше, но порой еще более опасный для жизни наших военных. Прилетело. Вот. Что такое? Ну вот оно с этой стороны пробило мешки. Под ним, и что там? В 50 метрах сводится окопы с оперативством. Регулярно проводят обстрелы. Ну, как-то так. В основном стрелецкая зброя РПГ. И СРП с 80-й миной запускают. И как будто в подтверждение слов наших защитников, боевики уже к обеду открывают огонь. Вопреки опасности, пехотинцам 72-й бригады удается практически под носом у врага на наших глазах поднять украинский флаг. 21-летний Роман с обезоруживающей улыбкой объясняет, зачем рискует жизнью с синим-желтым флагом в руках. Решили повышать прапор на синим-желтым территорию, чтобы они увидели, что это наша территория. И чтобы они не ходили на нашу территорию взагалі. Так все же небезпечно. Все таке. Мы какие-то патриоты же. Мы же должны оставить свою Украину, свою землю. Очень активность увеличилась, особенно этой ночью. Видно, что спецы какие-то заехали, потому что до этого тут таких не было. Ближе к сумеркам обстрел снова усиливается. Часть мин ложится и в частном секторе за промзоной. Ирина Баглая, Антон Чиженко из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Конфликт между странами Персидского залива вокруг Катара может перерасти в горячую фазу. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Чиновник подчеркнул, цитирует, драматическую жестокость между государствами и соседями этого региона. Все подробности в нашем материале. Новому дипломатическому скандалу всего шесть дней. Однако тревоги с каждым днем все больше и больше. Утром 5 июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Арабские Эмираты объявили о разрыве дипломатических связей с Катаром. Государство обвиняют в поддержке террористических группировок. Позднее с аналогичной осуждающей риторикой выступили и другие страны. Среди них Йемен, Мальдивы и также правительство Восточной Ливии. Все это произошло на фоне резких заявлений Дональда Трампа. Президент США после вступления в должность нанес визит именно в Саудовскую Аравию. Давний союзник Катар остался в стороне. Заявление, сделанное в пятницу Трампом о том, что официальная доха на высочайшем уровне поддерживает исламских боевиков, только подогрело ситуацию. На раскол арабской коалиции с 10 июня теперь работает и Анкара. Президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил закон о размещении военных в Катаре. Уже подписано соглашение о взаимном сотрудничестве. Впереди запланированы масштабные учения двух государств. Иран сегодня направил пять самолетов с продовольствием. Пункт назначения – Катар. Власти Исламской Республики накануне заявили, что готовы оказать любую продовольственную помощь оказавшемуся в блокаде государству. В самой дохе столицы Катара от гневных комментариев пока воздерживается. Слова Трампа там назвали всего лишь странными. Мол, радеют они не за Хамас, а за палестинский народ. Разрывать дипломатические отношения с вошедшими в конфликт странами пока тоже не планируют. Кстати, в Европе к посредничеству в разрешении кризиса призывает не только Германия. Международная футбольная организация FIFA также заявила, что готова принять участие в урегулировании. Как именно, пока не сообщается. За какую сумму во Франции проходят парламентские выборы? Из почти 8 тысяч кандидатов гражданам предстоит выбрать 577 депутатов Национального собрания. По данным Министерства внутренних дел страны, на избирательные участки пришло рекордно малое количество избирателей. Около 41%. Это на 8 меньше, чем в минувшую кампанию в 2012 году. Впрочем, во Франции невысокая явка на парламентских выборах уже традиционно волеевзявления проходила в обстановке чрезвычайных мер безопасности из-за серии недавних терактов. Порядок на избирательных участках охраняли около 50 тысяч полицейских. Фаворитом соцопросов стала партия действующего президента Эммануэля Макрона «Вперед республика», которой прочили 30% голосов в первом туре и победу во втором. За какую сумму экс-глава ФБР может продать свои секреты американским издательствам? И кто в Белом доме оконфузился в Твиттере на этот раз? Об этом и не только в нашем обзоре. 10 миллионов долларов за личные секреты. Экс-директору ФБР Джеймсу Коми предложили крупный гонорар за книгу, в которой он бы рассказал детали своих профессиональных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Ответа Коми пока не дал, но по данным американской прессы, издательства буквально в очередь выстраиваются за право первыми опубликовать книгу бывшего руководителя Федерального бюро расследований. Ранее Джеймс Коми неоднократно выступал на слушании в Конгрессе США и свидетельствовал о вмешательстве России в американские выборы. Кроме того, обвинял президента Трампа во лжи. Представитель Белого дома оконфузилась в соцсети. Первый заместитель пресс-секретаря официальной президентской резиденции Сара Сандерс разместила в Твиттере сообщения из набора разных символов. Что они означают? Никто из пользователей не уточнял. Позже Сандерс в комментариях под символами пояснила. Сообщение отправил ее трехлетний сын, который стащил телефон. И посоветовала всем родителям ставить гаджеты на блокировку. 61 этаж на перегонке. В Германии провели ежегодную эстафету по ступенькам многоэтажки под названием Skyrun. Решаются на такое испытание, как правило, атлеты. Но даже им такой забег дается нелегко. Первым преодолел тяжелую дистанцию Петр Лободзинский. Его время 6 минут и 30 секунд. С таким же результатом он обошел всех участников три года назад. А в прошлом году был на финише вторым. Осторожнее со смартфонами. В США женщина так засмотрелась в экран телефона, что не заметила открытый люк и упала в двухметровую шахту. В результате 67-летняя пенсионерка серьезно травмировалась и сейчас находится на интенсивном лечении в больнице. Сын пострадавший позже рассказал, что у его матери плохое зрение и она страдает сахарным диабетом. Мол, загляделась в телефон, проверяя расписание общественного транспорта. Именно в тот момент проводился ремонт газопровода. И люк был открыт. Депешмот продолжает колесить по Европе. Сегодня они в Ганновере, в Германии. Всего же в гастрольном графике музыкантов три десятка европейских городов. В рамках нового мирового тура они заглянут в июле и в Киев. Концерт в украинской столице обещает стать самым посещаемым в нашей стране в 2017 году. Деньги от продажи билетов музыканты жертвуют на благотворительность. В частности, они спонсируют доставку питьевой воды в тяжелые регионы. И ради не менее благородной цели собрать деньги для приюта животных, сегодня по центру Киева дефилировали более 500 представителей одной из самых энергичных и дружелюбных пород собак, Джек Рассел Терьеров. Под музыку из фильма «Маска» в балетных пачках, вышиванках, костюмах диснеевских мультигероев цель этого необычного парада – помочь бездомным псам найти своих хозяев. Ну что ж, это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи!